Здравствуйте, уважаемые жители автономии! В эфире программа «Диалог в студии». Для вас работаем мы, Валентина Чабан и звукооператор Павел Арнаут. 15 мая 1988 года – день начала вывода советских войск из Афганистана. Теперь это день, когда воины-интернационалисты в очередной раз вспоминают павших в боях, умерших от ран и ушедших из жизни уже в мирное время товарищей. И несмотря на все эти утраты и тяжести, эти люди продолжают оставаться плечом к плечу и помогают друг другу сложные моменты. О том, чему учит война и почему этот урок до сих пор до конца не усвоен, будем говорить сегодня с нашим гостем, председателем Союза ветеранов боевых действий в Афганистане по Гагаузии Петр Маврадзе. Петр Федорович, здравствуйте! Здравствуйте и добрый день! Благодарю вас за то, что вы приняли наше приглашение и пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, с радостью принял. Благодарим. Петр Федорович, вчера состоялось знаковое событие в селе Чешмекёй. Знаю, что вы приняли участие. Состоялось открытие памятника воинам-интернационалистам. Скажите, пожалуйста, о ваших эмоциях. Что испытывали вчера? Ну, вы знаете, это был очень приятный момент. Почему? Потому что когда ребята тогда изъявили желание начать строительство памятника, конечно, я даже переживал. Почему? Потому что мы понимаем, что сегодня какие сложности в экономической ситуации. Всё сегодня так дорого, и многие ребята нуждаются ещё и в поддержке. Почему? Потому что у нас так принято ребятам помогать. Почему? Потому что кто заболел, кто ещё. И на самом деле даже в глубине души я думал, что это будет какой-то долгострой у нас. Ну, по крайней мере, я вам хочу сказать, что я убедился в том, что мы начинаем, когда мы что-то начинаем, у нас всё это очень быстро. Почему? Потому что люди отзываются и очень помогают нам именно в реализации данных проектов. И огромное спасибо, конечно, прежде всего, этим нашим ребятам, нашим афганцам села Чешмикёй, что они сплотились, они очень дружно трудились, практически всю работу делали сами, сами самостоятельно. И получился очень красивый, очень хороший памятник, очень хорошая благоустроенная территория, высажены деревья, озеленение. Всё-всё как бы сделано, скажем так, на высшем уровне. Естественно, конечно, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех людей, всех, кто оказал моральную поддержку, кто оказал материальную поддержку. Всех наших ребят, кто принял участие в строительстве данного памятника. И я знаю, что уроженцы села Чешмикёй, которые живут за пределами нашего государства, они живут в селе, они тоже с радостью отозвались и на самом деле помогали и смогли реализовать данный очень хороший, очень важный, нужный проект. — Хорошие и важные, отмечаете вы, Пётр Фёдорович, и также отмечаете, что отзываются все. Отзываются, думаю, потому что жива ещё память, и она должна продолжать жить, эта память о ребятах, ушедших на ту войну. Что вы для этого делаете, чтобы жила память, чтобы знали об этих ребятах? — Вы знаете, на самом деле, афганская война коснулась нашего региона, нашей маленькой автономии, коснулась и маленьких сёл, и это наша с вами история, история нашего региона, где мы являемся участниками этой войны. И эту историю писали наши родители своими слёзами, наверное, писали наши товарищи, наши земляки, наши одноклассники, наши друзья, они писали своей кровью. Почему? Потому что все мы знаем, что наши земляки не вернулись, героически погибли, выполняя свой интернациональный долг. И мы сегодня продолжаем, наверное, нашу эту историю. Почему? Потому что мы понимаем, что мы должны после себя что-то оставить, чтобы подрастающее поколение видело, что помнило, знало, что была афганская война. И в том числе, вот как вчера, в Чешмеке очень приятно было видеть. Почему? Потому что полный зал, дом культуры был переполнен, и дети, и жители, и на самом деле зал был переполнен. И видим вот отношения людей, видим отношения людей к афганской войне, отношения жителей именно афганцам с села Чешмекёй. И это на самом деле даёт, наверное, силы, даёт желание и дальше реализовывать данные проекта. Это уже восьмой по счёту памятник у нас на территории автономии. Я думаю, что ещё будем строить уже начатое строительство. Я думаю, что это очень благородное, нужное и доброе дело, чтобы наше подрастающее поколение помнило, знало, что есть, что была война, афганская война, что есть ветераны, которые сегодня живут среди них, и стараются делать и передать подрастающему поколению те ценности, которые нам передавали ветераны Великой Отечественной войны. Уже начато строительство, сказали вы, Пётр Фёдорович, в каком-то населённом пункте уже идут работы, да? Да, идут работы, строительство в селе Копчак, но там ребята тоже практически при содействии при Марии, также при содействии жителей, которые сегодня, при содействии ветеранов, которые живут в селе, при содействии этих ребят, которые находятся за пределами нашей Родины, и мы тоже постараемся подключиться, чтобы вместе воплотить жизнь и данный проект, чтобы этот памятник открыли, чтобы тоже станет достопримечательностью этого села. И очередным напоминанием об этих событиях. Зная о войне понаслышке и вдруг попасть в самое пекло, будучи достаточно юными, было наверняка ведь страшно, Пётр Фёдорович. Вы знаете, на самом деле, конечно, сказать, что не страшно, да, на самом деле страшно, любая война страшна, страшна, а тем более в юные годы практически все мы были 18-летними ребятами, практически после школьной, после школы. Но единственный момент, я говорю, что у нас, наверное, воспитывали тот дух патриотизма, наверное, любовь к Родине, и еще вот приходили ветераны Великой Отечественной войны, мы смотрели фильмы про ветерана Великой Отечественной, про героев пионеров, героев комсомола, про партизан, и все на самом деле в нас воспитывало, наверное, дух патриотизма, и поэтому каждый из нас старался, наверное, выполнить свой воинский долг, наверное, с честью и достоинством, почему? Потому что все мы знаем, что очень многие ребята были награждены орденами Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за отвагу, это за те героические подвиги, которые мы совершали в свои юные годы, невзирая на то, что, конечно, мы понимали, что нас дома ждут, за нас переживают родители, девушки ждут, которые нас провожали, сестры, братья, но на самом деле, конечно, это как-то отбрасывалось на второй план, и каждый из нас, как бы, старался выполнить свой долг честно, с достоинством, почему? Потому что нас воспитывали наши преподаватели, наша школа. Этот дух патриотизма никуда не девался на протяжении всех этих долгих дней, месяцев на войне? Вы знаете, да, нет, на самом деле, конечно, нет, мы это говорите сегодня, вот я говорю, что вот сегодня строить памятник, это тоже, наверное, это и есть дух патриотизма, почему? Потому что люди стараются, как было сказано, что сегодня такое экономически трудное время, рост цен, все как бы этот, у каждого сегодня, у каждого гражданина, у каждого жителя, наверное, переживания, потому что сегодня мы все видим, что творится, но в любом случае, ребята, никто не хочет сдаваться, ребята, как бы, готовы и дальше трудиться сплоченно, чтобы вот этот дух патриотизма, наверное, передать нашим подрастающим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Спасибо, мы работаем в прямом эфире, 249-60 номер студии, поступил первый звонок, выслушаем нашего слушателя, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вас беспокоим с Кангазами, Сарат Иванович. Я бы хотел сказать вам, до сих пор, лет 10 тому назад, у нас были еще живые ветераны Великой Отечественной войны, мы все время смотрели на них и, как бы, восхищались ими подвигами. Ну, по исчезению времени наших ветеранов нет, и сегодня мы, вот эта эстафета, которая была у ветеранов Великой Отечественной войны, перешел к нашим друзьям, братьям, родным афганцам, которые живут в наших селах. И мы очень гордимся, что у нас эти ребята есть, достойно провели свое, скажем, достойно прошли вот эту афганскую войну. Ну, вот вчера, в прошлом 9 мая я был немножко разочарован в Кангазе с нашими односельчанами-афганцами. Почему? Потому что я не хочу их, как бы, обидеть, но они испугались тех врагов, которые сегодня сказали, что в Гагузии не будет проходить георгиевская ленточка, но будет проходить какая-то красная ленточка. И в нашем селе в Кангазе я видел только у одного афганца, у Рум Николая, георгиевская ленточка гордо, достойно он носил его. А остальные ленточки были красные. Я не знаю, почему они так поступили. Но я хочу сказать, чтобы вы услышали наши сельчанины, чтобы другие сельчанины слышали, что сегодня мы подражаем тем афганцам, которые прошли вот этот путь нелегкий, и многие из нас, даже из Гагузов, из Кангаза есть ребята, которые отдали за это жизнь. Я хочу понять все вот наши ребята, правильно ли поступили они, когда им запретили георгиевские ленточки и зацепили европейские ленточки. Потому что именно Советский Союз боролся с европейскими странами. И сегодня наши афганцы, Кангазские, по крайней мере, большинство из них зацепило европейскую красную ленточку. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я знаю, что, конечно, то, что произошло накануне 9 мая, то, что отменили георгиевскую ленточку, я считаю, что это неправильно. Это совсем неправильно. Я думаю, что сегодня в нашем государстве есть другие, на мой взгляд, более важные проблемы, которые борются с георгиевской ленточкой, конечно же. Но хочу вам сказать, что у нас на самом деле не стало меньше патриотизма и уважения памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Просто я вам хочу сказать, что на данном этапе мы, как законопослушные граждане, мы просто, и если вы понимаете, что у людей, у многих, у большинства и со здоровьем проблема, и идти как бы сегодня на конфронтацию с законом, я считаю, что это неправильно. Единственный нас минус в том, что мы не смогли хотя бы в Гагаузии, чтобы это все было закреплено законодательно, чтобы у людей на самом деле не было никаких неприятностей, никаких этих. Почему? Потому что сегодня надо ценить те ценности, которые у нас есть, которые нам прививали, и мы дальше должны прививать с этим. Я надеюсь, что вот сейчас, когда уже нормализуется ситуация, народ уже видит, народ уже знает, и законодательно, возможно, может быть, и в республике, у нас в Гагаузии все это узаконится, и люди просто-напросто это. Почему? Потому что все мы потом уже даже услышали, что в 12 часов ночи заседало народное собрание, вроде это-то, большинство даже об этом даже не знало, на следующий день только узнали, что в Гагаузии как бы это закрепляет. Принято постановление, которое касается именно этой даты. Да, и поэтому я не говорю, что они как бы испугались или что-то как бы это. Вы понимаете, что ходить сегодня по судам, доказывать свою правду, и это как бы время, это все-таки нервы, это лишнее как бы... Да, и к тому же материальное положение у военных и традиционалистов. Да, и я хочу сказать, что эти деньги можно направить на другие, более важные нужды. Почему? Потому что, как я сказал, в том числе и у нас есть очень много афганцев, очень много ребят, которые сегодня нуждаются в поддержке, потому что все мы понимаем, что сейчас и лекарства дорогие, и все лекарства, и эти деньги можно направить туда. А выйти, возложить цветы и почтить память, отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной. То, что тем людям, которые подарили нам сегодня мир, я считаю, что это святой наш долг. И наши ребята все вышли, возложили цветы, отдали дань памяти, дань уважения. Я думаю, что ситуация... И вы, как никто другой, понимаете, через что прошли ветераны Великой Отечественной войны. Да, я вам хочу сказать, что, да, на самом деле... Вне зависимости от того, носите вы Георгиевскую литочку или нет. Да, я понимаю, что почему, потому что сейчас люди очень сильно... Вот хочу... Я не знаю, я не хотел, наверное, говорить, но я уже, как бы сказал, мы коснулись этой темы. Наши... Как я сказал, что приехали наши ребята с Украины, ближайших сел, которые живут на Украине. Вчера они были с нами вместе на открытии памятника Чешмякова. Многие даже помогали нам строить вот этот памятник. И один из наших боевых друзей, тоже ордена носит, человек, который и сегодня работает с молодежью, в патриотическом воспитании. Он посещает очень многие наши... Приезжает с Украины, сейчас же очень тяжело. Приезжает, посещает наши мероприятия, открытие музея и все. И у человека двое... Как бы зятя, они военные. И вот они сегодня защищают свою страну. Он нам рассказывает, что на самом деле это очень тяжело, очень больно, как бы, и сказать, что мы сегодня, как бы... И у нас как нейтральная страна, почему? Потому что у нас есть друзья и там, и там, как бы... Ихние дети сегодня оказались на войне. Это очень больно. Очень больно. К сожалению, теперь ваш товарищ, о котором вы говорите, с Украины, на месте его родителей, которые ждали его с войны, с Афганистана и верили, что вернется живой. И вот представьте, какое состояние у этого человека, когда имеет двух детей, и они сегодня... Воюют на войне. Скажите, Петр Федорович, как ваши родители и родители ваших товарищей узнали о том, что вы воюете в Афганистане? Вы знаете, я вам хочу сказать, что, конечно, да... Пытались ли вы скрыть эту информацию от них? Вы знаете, как бы... У кого-то, может быть, получалось скрыть, но у большинства не получалось. Почему? Потому что все уже понимали... В первое время, как бы, еще не доказывать, потому что информация скрывалась, как бы... А потом уже, когда нам доводилось служить, уже очень многие знали, и знали, что полевая почта, это... Откуда она приходит, и все, как бы, этот... И уже, как бы, не скрывалось. Ну, естественно, каждый из нас старался успокоить своих родителей, что все нормально, это просто-напросто, как бы, нету никаких этих... Конечно, и когда мы уже возвращались, тем более возвращались с орденами, медалями, конечно, я понимаю. Но на самом деле, я не думаю, что вот эти слова, вот эти письма, которые мы писали, что все у нас хорошо, это успокаивало наших родителей. Абсолютно нет, я уверен, как бы, если мы провели два года службы, на самом деле, я думаю, что для наших родителей это, наверное, целая вечность была. Они, наверное, ночами не спали, они переживали за нас больше, чем мы, наверное. Это очень больно, больно за них, мы это все понимаем. А теперь, когда у нас растут дети, мы это понимаем вдвойне, наверное. Да. Наверняка, чуть ли вы помните день ваш возвращения домой, что сказали родители? Как встретили? Ну, родители встретились со слезами на глазах, это были слезы радости, конечно, что они увидели, что я вернулся домой, живой и здоровый. И, конечно, это получился своего рода даже сюрпризом. Почему? Потому что, ну, они знали, что служба подходит к концу, но это же не было как по расписанию, что вот в это время мы приедем, конечно. У нас получается, что эта дорога была очень дальняя, с несколькими пересадками, и все как бы это... Ну, приехали нормально, это были, как я говорю, слезы радости, наверное. Конечно, что они увидели меня живого, здорового. Есть, к сожалению, и те, кто не вернулся, это 12 ваших товарищей, и есть и из Камрата, если я не ошибаюсь, да, Маврадий, Дмитрия Фанасьевича, и из других населенных пунктов. Я думаю, что обязательно назовем каждого, они этого заслуживают, упоминания о себе. Пытались ли поддерживать их родителей? Вы знаете, вот на самом деле очень приятно... Ну, сегодня, к большому сожалению, уже родителей уходит очень мало. Да, большинство уже нет. Ну, на тех мероприятиях, которые мы проводим, стараемся, чтобы родители их не присутствовали с нами. Те спортивные мероприятия, которые вот уже мы, который год вместе с управлением молодежи и спорта, с примарами населенных пунктов проводятся спортивные мероприятия, приуроченные памяти этих ребят, которые не вернулись с афганской войны. Постараемся, чтобы школьники участвовали в этих мероприятиях. И однозначно, чтобы участвовали родные, близкие, у кого живы родители, у кого сестры, братья, как бы это, чтобы это... Ну, чтобы подрастающие поколения видели, как больно на самом деле этим родителям было. Да, я понимаю, что для них это очень большое горе. Очень. Ну, по крайней мере, может быть, даже в глубине души. Многие еще даже и не верят, что все, наверное, ждут, наверное, что авось, может быть, вернется. Особенно родные пропавшего без вести, да? Да, особенно, особенно, да. Это Беликчи Ивана Евгеньевича. Беликчи Ивана, да. На самом деле, по сегодняшний день очень мало информации. Появлялась разного рода неподтвержденная информация. И, конечно, очень жаль, что сегодня родители не дождались. И брат, наверное, по сегодняшний день, в том числе и мы, конечно, мы хотели бы, чтобы уже поставили точку в этом, нашли, узнать побольше о нем. Потому что он погиб в 18-летнем, пропал без вести в 18-летнем возрасте. Да, увы и к сожалению. Более 500 молодых ребят, да, приняли участие. Из Гагалузии, подчеркну, приняли участие в этих военных действиях. Сколько сегодня? Здравствует. Сегодня на территории нашей автономии проживает 351 ветеран военной в Афганистане. Сегодня, скажем так, они здравствуют. Они вместе с нами. Мы вместе работаем. Вместе стараемся делать добрые дела. И надеемся, что... Ну, к большому сожалению, конечно, здоровья у многих наших ребят остается желать лучшего. Да. Петр Федорович, при упоминании войны в Афганистане, какой случай, произошедший с вами, либо с вашими товарищами, вспоминаете в первую очередь? Что больше всего отпечаталось в памяти вашей? Знаете, вот хочется, конечно, вспоминать очень такие хорошие моменты, хорошие воспоминания. То, что были там такие, скажем так, страшные, ужасные, конечно. Стараемся не вспоминать такие, как бы неприятно. И это очень... Почему? Потому что мы понимаем, что могло произойти, что мы могли не вернуться, конечно. Ну, вспоминаем нашу службу с нашими друзьями, с товарищами, как бы, в том числе и вот даже с нашей соседней Украины. Очень много ребят, которыми нам довело служить. И сегодня, по сегодняшний день, мы с ними общаемся, созваниваемся. Доездили друг к другу, но, к большому сожалению, то, что вот это вот, то, что сегодня происходит на Украине, чуть-чуть, наверное, разделило нас, чуть-чуть отдалило, наверное. Но в любом случае мы стараемся поддержать друг друга, конечно. И вот мы с ними, когда созваниваемся, вспоминаем именно вот такие более приятные моменты. Поменьше сейчас говорить о войне и... Стараетесь избегать эту тему намеренно, да, Петр Федорович? Стараемся избегать всех этих моментов, да. Почему? Потому что не хочется вспоминать и не хочется осознавать всего того, что происходит, или политические какие-то моменты связанные? Нет, ну, на самом деле, вот я вам хочу сказать, что вот, как я говорил, это получается, что мы на самом деле не политическая, не совсем политическая ситуация. Я говорю с той стороны, что, конечно, жалко, что идет война, что гибнут люди, гибнут дети, гибнут также молодые ребята, солдаты, которые сегодня должны, скажем так, растить детей, строить мирную жизнь, строить города, строить села, как бы создать, создавать семьи. Но большому сожалению, это очень большая трагедия, очень-очень большое горе и для родителей, и для родных, близких, друзей, конечно. Я, как вам сказал, что у нас есть друзья, есть сослуживцы и в России, которые сегодня проживают, и на Украине, конечно. И мы очень хотим, очень ждем, чтобы наступил этот мир, чтобы закончилась эта война, потому что это страшно. Будем надеяться, что это случится скоро. Все на это надеемся, абсолютно, каждый из нас. Скажите, Петр Федорович, как проходило восстановление ваше, после того, как вы вернулись домой, имею в виду моральное в первую очередь, и какую роль в этом сыграли родные? Много ли ваших товарищей замкнулись в себе и не позволяли помогать именно в этой ситуации, восстановиться, реабилитироваться морально быстрее? Ну, вы знаете, нам в реабилитации только на то время помогали только наши родные и близкие, на самом деле это так не было тогда, никто не работал, никакие психологи не работали с нами, абсолютно как бы не было никаких реабилитаций и тому подобное. Нам помогало, помогало, наверное, тогда то спокойное время, которое мы возвращались в тот спокойный мир, тот быт, наверное, окружение наших друзей, наших близких, и тогда была стабильность, наверное, некоторое время, когда мы уезжали, тогда была стабильность. Конечно, потом в 90-е годы, конечно, сломало, в том числе очень многих наших ребят, сломало, и жаль, очень жаль, как бы, что так произошло, как бы кто-то сломался, кто-то нет, конечно, ну, по крайней мере, ребята старались друг другу помочь, чтобы реабилитироваться, чтобы... Были и те, кто не смог восстановиться, да? Ну, были, были и те, которые не смог восстановиться, да. — Кроме психического здоровья, серьезный урон был нанесен и физическому здоровью. И порой реабилитация нужна и сегодня, необходимо восстанавливать здоровье, поддерживать это состояние. Скажите, оказывается ли достойная медицинская помощь вашим товарищам сегодня? Есть ли достойное внимание со стороны государственных медицинских учреждений, ну и в целом государства? — Нет, я бы сказал, что, наверное, такого внимания практически нет, наверное. Единственный момент, что ребята могут воспользоваться раз в три года реабилитационным центром, получить какую-то реабилитацию. А, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы хотя бы раз в год со стороны государства, наверное, было бы, наверное, медицинское обследование, реабилитация раз в год. Почему? Потому что все мы понимаем, что ребята, наши ребята, большому сожалению, уходят в совсем юном возрасте, не дожив даже до той же пенсии, дожить. И на самом деле это тот минимум, который сегодня государство как бы это делает. А со стороны медицины это самое, на сегодняшний день, это самая, наверное, самая большая необходимость, наверное, самая нужная поддержка, наверное, должна быть. Но, большому сожалению, ее нет. Ожидаете ли подобную инициативу со стороны депутатов Народного собрания, допустим? Одна инициатива достаточно положительная уже была в 2019-м, вы стали получать и местное пособие. Об этом поговорим позже, Петр Федорович. Но сейчас в этом созыве есть ваши сослуживцы, господин Иванчук и Караджо. Общаетесь на эту тему? Да, мы общаемся, мы общаемся, я хочу сказать, что... Готовы ли они поддержать подобную инициативу, чтобы органцы проходили обследование, развод? Мы бы очень хотели, хотели бы этого, но хочу сказать, что вот мы буквально недавно было заседание союза, это Республиканского союза, и у нас была такая инициатива, чтобы обратиться именно к правительству Республики Молдовы, в парламент Республики Молдовы, чтобы именно со стороны государства, почему? Потому что, чтобы это не было именно только на уровне Гагузии. Но если у нас там в Кишиневе не получится, естественно, конечно, мы будем обращаться здесь, в народном собрании. Почему? Потому что здесь они нам более близки, наверное. Да, думаю, что да. Уже упомянула о законе, который был принят в 2019 году, теперь вы получаете местное пособие, также получали и ранее продолжаете получать республиканское пособие. Так скажу, перечислений много, но суммы называть не буду, но скажу лишь, что они небольшие. Более чем скромные. Легче в финансовом плане не стало, я так понимаю. Даже после принятия нашего местного закона. Конечно, очень было приятно, конечно. Но этот закон принимался очень тяжело. Почему? Потому что мы на самом деле понимали, что это будет очень трудно. Почему? Потому что все-таки это наша маленькая автономия. Есть и другие экономические, есть очень много категорий людей, которые нуждаются в нашей поддержке. Но депутаты отнеслись с пониманием. И Иванчук Николай Иванович, Ильич Георгиевич, они вышли. Они являлись автором данного законопроекта. И депутаты отнеслись с пониманием. Поддержали этот законопроект. И исполнительный комитет. И вот по сегодняшний день этот закон работает. И мы надеемся, что этот закон будет так же работать. И ребята будут получать ту поддержку. Я понимаю, что это, конечно, совсем небольшая поддержка. Это скромная поддержка, но она есть. Но это очень важно. Почему? Потому что это говорит о том, что все-таки есть какое-то уважение героическим подвигам наших ветеранов. И это все-таки значимо. Почему? Потому что когда мы стали получать ту поддержку, и в республике заговорили об этом, об этом. Я хочу выразить огромную благодарность. И будем надеяться, что и в дальнейшем будет поддержка со стороны исполнительной власти, со стороны народного собрания именно в адрес ветеранов афганцев. Обещают ли власти поэтапного увеличения этого пособия? Вы знаете, вот на самом деле нет такого. По крайней мере, в последнее время никто об этом ничего не говорит. Я говорил, как было заседание народного собрания. Мы подготовили обращение в парламент, в правительство и президенту, чтобы именно, что касается ветеранов, разрисовались все те проблемы, которые сегодня существуют. И надеемся, что хоть на какие-то что-то хоть у нас заработает в нашей республике. Петр Федорович, насколько я помню, в момент, когда принимался этот закон об оказании материальной поддержки воинам-интернационалистам, речь шла лишь о тех, кто принимал участие в войне в Афганистане. Но кроме вас, так скажем, в автономии есть еще и воины-интернационалисты, которые воевали в Египте. Их не так много. Было шесть пару лет назад. Сейчас их пятеро. Это жители Тамая, Камрата, Кангаза и еще откуда-то точно не помню. Их не включили тогда. Изменилась ли ситуация сейчас? Мне неизвестно. Наверняка известно вам. Вы знаете, на самом деле... Чтобы они тоже получали эту поддержку финансовую. Да, на самом деле это воины-интернационалисты. А когда законопроект разработывался, там непосредственно было только ветераны... Войны в Афганистане. Но предлагали изменить название закона. А уже когда египтяне, воины-интернационалисты, которые участвовали в Египте, они когда уже обратились, уже этот закон был принят, большому сожалению, принят. И на самом деле, когда мы обращались, мы обращались от имени общественной организации, но у нас общественная организация, Совет ветеранов в Афганистане. Но по сегодняшний день, по-моему, я не уверен, но, по-моему, они еще не получают эти выплаты. Я точно не могу сказать. Но, по-моему, они не получают эти. Вы не считаете это несправедливым? Даже при том, что это было ваше обращение, ваша инициатива, которую поддержали господин Леич и Иванчук тогда, в 2019 году? Нет, тем более, понимая, что их сегодня пятеро, пятеро, конечно, это небольшое, просто надо, наверное... Нести поправки, наверное. Да, нести поправки, набраться смелости, и, наверное, чтобы эти ребята уже, как бы, я понимаю, что тоже уже не юный возраст, и они нуждаются в этой поддержке. Да, они старше тех, кто воевал в Афганистане. Да, на самом деле, я согласен с этим. Почему? Потому что у нас не так уж много этих ветеранов, этих ветеранов, поэтому я думаю, что в Народное Собрание примет это, примет, примет, изменит, и эти люди будут получать эту поддержку. Спасибо. Союз ветеранов боевых действий в Афганистане, который вы возглавляете здесь, в Кагаузе, есть он и на республиканском уровне. Какую поддержку вы имеете возможность оказывать вашим товарищам? Вы знаете, у нас как бы своего бюджета нет, в нашей общественной организации. Единственный момент, когда нужна поддержка, когда мы узнаем, то и этот. Мы стараемся, мы привлекаем наших ребят, которые, как бы скажем так, более-менее крепче стоят на ногах, имеют свой бизнес, и как бы стараемся именно привлекать тех людей, чтобы оказать какую-то материальную поддержку этим людям, которые нуждаются на тот момент. Ну, может быть, и не всегда получается, может быть, не получается в том размере, как мы этого хотим, но в любом случае стараемся по максимуму в этих моментах выложиться. Обращаются ли к вам за помощью и поддержкой родителей тех, кого уже нет рядом с нами? Не важно, не вернулись они тогда, либо не стало их сейчас уже в мирное время, либо это достаточно скромные люди, которые... Ну, я вам хочу сказать, что когда вот бывает обращаться, к большому сожалению, у нас уже практически не осталось. Осталось только в Кангазе, в Камрате и в Капчаке. И, по крайней мере... Ну, либо супруги, дети тех, кто... Я вам хочу сказать, что да, вот у нас родители погибших, они тоже в этом законе, который принимался в Кагузе, они тоже получают ежемесячную выплату, как и мы получаем, они получают чуть больше. Они получают и из республики, из правительства. А к большому сожалению, те ребята, которые умирают мирное время после полученных ранений, контузий, они не имеют никакой поддержки. И у них... Они сразу теряют ту компенсацию, которая у них... Это очень жаль, что так оно есть. Почему? Потому что у них тоже есть семьи, у них тоже есть дети. И, естественно, конечно, было бы хорошо, чтобы они определенное время могли бы пользоваться этой компенсацией, этой поддержкой. Но, к большому сожалению, они теряют. Вот это было бы хорошо, чтобы именно в правительстве, в парламенте, чтобы вот этот закон тоже доработали. Чтобы эти люди могли получать, потому что, когда наш ветеран умирает, то семья теряет полностью всю эту компенсацию, всю возможность получать хоть ту адресную компенсацию, которую получаем мы. Спасибо. Петр Федорович, вы уже не раз говорили о том, что общаетесь с подрастающим поколением, проводите уроки мужества в определенные даты, встречаетесь с лицеистами и гимназистами автономии, чтобы жила память об этих событиях и чтобы поддерживать этот дух патриотизма в подрастающем поколении. Какую отдачу получаете из зала в момент подобных встреч? Какие эмоции, какие реакции? Вы знаете, на самом деле, конечно, это очень приятно, приходить в то учебное заведение, когда организовываются именно эти уроки, уроки мужества, и с каждым годом их становится все больше и больше. Определенное время, к большому сожалению, практически мало где проводилось, но сейчас все больше и больше. И дети на самом деле готовятся, у детей появляется желание, они получают информацию. Многих даже не интересовало, но на самом деле еще такой приятный момент хочу сказать, что у нас даже в Гагаузии очень много людей сейчас пишут даже те стихотворения про афганскую войну, именно на нашем родном языке, на Гагаузском языке. И это тоже очень приятный момент, когда дети учатся. И так, и другие стихотворения, рассказы. Я думаю, что в любом случае, как я говорил, что многие дети получают очень много информации, они знают об этом. Почему? Потому что они уже после этого, наверное, интересуются, читают, и те книжки, и те передачи смотрят. И надеюсь, что это все сохранится, и наоборот, мы сможем приумножать все, будет больше и больше таких классных часов во всех школах, кроме того, что проводятся вот эти вот спортивные мероприятия. И они уверены, что они будут дальше проходить. И это очень хорошо, когда они проходят еще и в тех учебных заведениях, откуда, где учились те ребята, которые не вернулись с афганской войны. И названы их именами. Да, названы их не именами. Да, у нас практически, можно сказать, что практически все школы, все лицеи, все гимназии носят имена тех ребят, которые являлись выпускниками. Это Казаклея, Кирсова, Вулкане, что еще... Да, и в Камраче, во всех населенных пунктах, да. Петр Федорович, я не зря спросила о реакции, которую вы получаете из зала, из класса, общаясь с учащимися, потому как я присутствовала на одной из таких встреч, и помню мальчика, который спросил лично вас, знаете ли вы Михаила Таносогла. Наверняка вы тоже помните эту встречу. Она была здесь в Камраде, в гимназии имени Степана Курогла. И он, не дождавшись ответа вашего, скромно сказал, что это его дядя. Да, мы помним тот момент. Я хочу сказать, что, конечно, в селе Керцова, в гимназии имени Михаила Таносогла очень... очень патриотично настроены, наверное, и преподаватели, и там очень хорошо проводятся те мероприятия. Еще хотел сказать, что в гимназии имени Таносогла там его одноклассники, люди сделали очень хорошее дело. Они открыли музей своему однокласснику. Очень хорошо, очень этот... Я думаю, что это тоже очень важный момент в жизни этих школьников. И смогут туда даже привлекать, наверное, школьников с других школ, чтобы дети видели, знали наглядно, что это, кто это. И там очень много информации. И надеюсь, что дальше все будет и больше и больше информации. И детям это интересно, детям приятно слушать. И для них это важно. Для них это очень важно. Чьи семьи это коснулось. Да, это очень важно. Почему? Потому что мы сегодня говорим о патриотическом восстании, мы сегодня говорим о том, что сегодня происходит, в том числе и в нашей стране. И поэтому дети должны знать, стараться, по крайней мере, прививать им те ценности, которые прививали нам. Наверное, самое время назвать всех тех, кто, к сожалению, не вернулся с вашего позволения. Петр Федорович, я назову его имена и фамилии и населенные пункты, откуда родом героически погибшие ваши товарищи. Татанасогла Михаил, Кирсова, Бодур Константин, Бешалма, если что, поправляйте меня, Петр Федорович. Мавроди Дмитрий, Камрад, Кюся Федор Дизгинжа, Чебанов Николай, Село Кангас, Руденко Сергей, Вулканешты, Мола Михаилов, Чедерлунга, Казмолы Петр Чедерлунга, Бежинарь Харлампий, Село Гайдары, Яна Когла Борис, Село Копчак, Янев Кеоргий, Прошу прощения, Село Казаклея и пропавший без вести Беликчи Иван, Село Чешмекёй. И в завершении, наверное, самый непростой вопрос, Петр Федорович, чему все же учит война и почему этот урок до сих пор не усвоен обществом? Ну, я вам хочу сказать, что, конечно, война хорошему, наверное, ничему хорошему не приводит. Единственное, что война нас сплотила, война, наверное, сделала нас более мужественными, более ответственными, наверное, сплотила определенную дружбу, определенную закалку, привила, наверное, те ценности, наверное, чтобы мы должны беречь этот мир, где мы живем, сохранить этот мир, чтобы не было войны, чтобы не погибали дети, не погибали ребята, не погибали. Ну, на самом деле, все мы сегодня видим все это, это очень страшно, наверное, и должны извлечь урок, наверное, и наши, и руководство, и нашей страны, и все наши политики, чтобы не было никаких провокатов, чтобы мы придерживались нейтральной ситуации, наверное, и чтобы сохранить тот мир, который сегодня есть, сплотить наш народ, чтобы мы жили в мире и согласии. Спасибо. И сегодня, 15 мая, в день, когда начался вывод советских войск из территории Афганистана, что бы вы хотели сказать всем участникам этих событий? С какими словами хотите к ним обратиться? Вы, да, на самом деле, 15 мая, это годовщина, когда начинался вывод советских войск республики Афганистана. И длилась до 15 февраля. Да, до 15 февраля 1989 года. И 15 мая у нас есть традиция, мы в Камраде собираемся, потому что 15 мая в 1998 году у нас здесь был открыт в Камраде памятник, практически один из первых памятников нашей республики. И у нас была заложена традиция собраться здесь, чтобы дать дань памяти всем тем нашим землякам, которые не вернулись с афганской войны. И пользуясь случаем, конечно, я хочу всем пожелать крепкого здоровья, мирного неба, благополучия семьям. И на самом деле, чтобы постарались все делать все возможное, чтобы сохранить этот мир, чтобы мы жили в мире и согласились, чтобы у нас было мирное небо, чтобы светило солнце, радовались, улыбались наши дети, чтобы все были здоровы. Петр Федорович, я вас благодарю за этот непростой диалог, за то, что вы приняли участие в нашей программе. Также благодарю наших слушателей и телезрителей за то, что были вместе с нами этот час. Если вы пожелаете вновь ознакомиться с этим эфиром, он будет размещен на официальном сайте общественной компании grt.md. Всем всего доброго и до скорых встреч в эфире ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова